Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем наши беседы по псалтире и сегодня мы будем читать 18-й псалом, который имеет надписание в конец псалом Давида, такое надписание на греческом языке по септуагенте и такое же надписание в славянском языке В конец, как мы помним, отцы объясняют, что значит этот псалом имеет какое-то отношение к последним временам И начало самого псалма, это второй стих Небеса проповедуют славу Божию, и от творения рук его возвещает тверть Возникает вопрос, а как небеса могут проповедовать славу Божию и как творение рук его возвещает тверть Как небеса и тверть они могут говорить В четвертом стихе прямо говорится об их голосах Есть подобный текст в книге Иова 12.8 где сказано «Побеседуй с землёю, и она наставит тебя и расскажут тебе рыбы морские» Имеется в виду то, о чём пишет апостол Павел в послании к римлянам что мы познаём Бога невидимого через рассматривание творений видимых так, что они безответны что значит так, что они безответны то есть никто не может возражать, что у этого мира должен быть творец потому что так, как устроено небо и земля эта гармония свидетельствует о могуществе Бога и в этом смысле небеса проповедуют славу Божию и от творения рук его возвещает тверть «День дню передаёт слово, и ночь ночи возвещает знания» Слово «передаёт» по-гречески «отрыгает» как будто от некого избытка происходит как бы отрыжка и этот греческий перевод соответствует и славянскому «День дни отрыгает глагол, и ночь ночи возвещает разум» Здесь мы видим, как славянский текст, как некий подстрочник следует за греческим И читаем четвертый стих «Нет наречий и языков, на коих не слышны, были бы голоса их» Во-первых, здесь говорится о наречиях и языках Имеется в виду речи очень простые, некультурных людей, диких людей Это наречия о языке, это как бы уже такая культурная речь образованных народов То есть имеется в виду, что все народы и просвещенные, и непросвещенные Они имеют представление о том, что у мира есть Творец То есть нет наречий и языков, на коих не слышны были бы голоса их Голоса кого? Неба и земли Которые проповедуют о великих делах Божиих И теперь мы посмотрим, как это звучит по Масоре Управителю Псалом от Давида Небеса рассказывают о славе Божией И одеяние рук его повествует свод День о дне источает сказ И ночь о ночи видение изъявляет Нет сказа и нет речей, не слышен их голос То есть по Масоре получается, что никто не может возразить Против того, что творение, оно свидетельствует о Творце И мы смотрим этот Псалом далее И пятый стих Во всю землю вышло вещание их То есть вещание неба и земли, о том, что есть Творец И в конце вселенной слова их И давайте вспомним, как это звучит по-славянски Во всю землю изъявляет вещание их И в конце вселенной глаголы их В Солнце положи селение Твое А сцептуагенты в Солнце поставил он жилище свое Кстати, вот этот текст Во всю землю изъявляет вещание их И в конце вселенной глаголы Их обычно считается в память о святых апостолах Которые проповедовали так же ревностно Как и небо проповедуют о величии Бога И земля свидетельствует о чудесах его А апостолы, они обходили все земли, все народы И везде свидетельствовали о воле Божией А с еврейского получается По всей земле прошла их черта И на краю вселенной их слова Солнцу поставил шатер в них То есть здесь говорится о неком порядке Который установил Господь Как бы он разлиновал все творение И вот такие как бы черты Которыми очертил небесный свод Землю и положение человека в этом мире И далее мы читаем И оно И оно То есть может относиться к солнцу Это как бы точка зрения Юнгерова И оно как жених, выходящий из чертога своего Действительно солнца Как жених, выходящий из чертога своего Как исполин с радостью стремится пройти Пройти свой путь Ну, получается, как бы быстро Пройти путь Путь по-славянски Возрадуется тещи То есть совершая свое течение И мы посмотрим, как это с еврейского будет звучать И оно как жених Выступает своего укрома Рада оно как герой Пробежать путь Действительно, все творение подчиняется воле Творца Так как он расчертил, как бы, положение каждого творения в этом мироздании И солнце, и луна, они двигаются по той траектории, которую установил для них Господь Ну, так это выглядит с земли И далее мы читаем седьмой стих От края неба исход его и заход его на край неба И никто не укроется от теплоты его То есть здесь говорится о красоте Как бы солнечного света Который указывает, как бы, на величие Творца И есть такой интересный древний мидраж Как один языческий император пришел к одному старцу И он спросил А почему ты не можешь мне показать Бога? Он сказал Ну, ты не сможешь смотреть на него, если тебе его покажут И император переспросил Почему? И тогда этот старец сказал Приходи, вот, когда будет полдень Тот пришел И старец еврейский сказал императору Смотри на солнце Император говорит Ты что, издеваешься надо мной? На солнце нельзя смотреть, особенно в полдень На что этот старец ответил Ты не можешь смотреть на солнце А это только творение Творца А как же ты хочешь увидеть самого Бога? Мы уже вспоминали как-то этот пример Но он очень подходит к тому тексту Который мы сейчас читаем И далее говорится От края неба исход его И заход его на краю неба И никто не укроется от теплоты его И по-славянски это звучит От края небес исход его И сретение его до края небес И несть и же укрыется теплоты его Вот так Господь своей благодатью Он тоже согревает души людей Живущих на земле Мы знаем, что действие Призывающие благодати Оно распространяется на все творение Из еврейского от края небес Его выход И его оборот на их краях То есть солнце как бы Зайдя за горизонт Оно как бы оборачивается Каким-то образом чудесным Зайдя на западе Чтобы взойти на востоке Вот так это было В понимании древних людей И не надо этому удивляться Потому что Библия говорит нам Все излагает как бы с учетом Понятийного аппарата самих людей Закон Господень непорочен Обращает души Откровение Господне верно Умудряет младенцев После того, как было сказано Об обороте солнца Говорится о законе Господнем Который обращает души О божественном Откровении Здесь мартирион То есть можно понять это И как свидетельство То есть тот же закон Господень Как в книге второзакония 31.26 Это свидетельство Бога о своем величии И здесь для нас очень важно Что откровение Господне верно И верно настолько Что даже младенцы Могут понять это откровение Как мы прочитали Откровение Господне верно Умудряет младенцев То есть это настолько понятно Излагается истина о Боге В мире природы Это тоже откровение Бога о самом себе И в законе Божьем Это тоже откровение Бога о самом себе И перевод с еврейского дословный будет Учение Господне целостно Возвращает душу Господне Свидетельство верно Несмышленного Умудряет Умудряет То есть имеется в виду Даже младенцы И тем более несмышленные люди Если какую-то искренность Они проявляют Если это младенцам доступно То это будет доступно И им И далее мы читаем Оправдание Господне Правы Веселят сердце Почему оправдание Господне Правы И веселят сердце Бог оправдывает Верующих в него И псалмопевец Давид Восклицает Научи меня Господи Оправданием Твоим В каком смысле В том смысле Что он сам не находил Для себя оправдания Но Бог Оправдывает Любящих его Даже тогда Когда они Совершают Какие-то Прометчивые Проступки Не в том смысле Что он одобряет Эти проступки А в том смысле Что Господь Попускает Иногда людям Впадать В какие-то грехи Уходить От Бога Но Бог Как мы часто Объясняем Попускает Это с одной целью Чтобы люди поняли Что они не могут Жить без него Оправдание Господне Правы Веселят Сердце Заповедь Господня Светла Просвещает Очи Это очень Важно Нам оценить Что действительно Заповедь Она Просвещает Наше Сознание И Давид К этой теме Возвращается Неоднократно Когда он Например Говорит Что закон Твой Светильник Ноги Моей И посмотрим Как это звучит С еврейского Веренные Господом Прямы Радуют Сердце Заповедь Господня Ясна Просветляет Глаза То есть Имеется ввиду Духовные очи Прежде всего Потому что Когда мы Вникаем Закон Божий Закон Совершенный Наше Сознание Оно Просветляется Страх Господень Чист Пребывает Во век Века Суды Господни Истины Все они Вместе Праведны Что значит Все они Вместе Праведны Феодорит Кирский Считает Что Даруют Исполнителям Их Истинное Оправдание И честь То есть Когда люди Не просто Исправляются Но приносят Еще И Плоды Покаяния Вот это Важно Осознать Почему Страх Господень Чистый Что это За страх Это страх Нарушить Волю Того Кого Мы возлюбили Мы возлюбили Господа Всем сердцем Своим Всей крепостью Своей Всем Помышлением Своим Сердцем Это значит Чувствами Помышление Это Разумом А крепостью Это значит Детьми Потому что Крепость Человек Это его дети Его потомки И мы Полюбив Господа Испытав Страх К нему Мы передаем Ту страх И любовь В последующем Поколении Поэтому Сказано Страх Господень Чист Пребывает Во век Века Суды Господней Истины Все Они Вместе Праведны Что значит Все они Вместе Праведны По Феодориту Это Приводит Нас К полному Оправданию И Дословный Перевод Будет Страх Господень Чист Стоит Навечно Суды Господни Истина Праведны Все Они Вместе То есть И божественный Суд И страх Все это Как бы Чисто И Совершенно Как апостол Павел Пишет Закон Твой Свят И заповедь Твоя Свята И Далее Давид Как бы Воспевает Закон Вот это Трудно Понять Людям Мирским Трудно Представить Что на зоне Какой-нибудь Уголовник Будет писать Поэмы Посвященные Тем Статьям Уголовного Кодекса По которым Он Осужден Но Давид Это Делает Он Воспевает Закон Божий Страх Господин Он Пишет Вожделение Золота И Многоценного Камня И Слаще Меда Сота Ибо Раб Твой Хранит Их За Соблюдение Их Воздаяние Велико Почему Так Потому что Давид Видит В этих Словах Для Себя Источник Исправления Закон Не только Выявляет Наши Грехи Но Он Подсказывает Нам Как Нам Исправиться И С Еврейского О Нежелании Золота И Червонного Злата Во Множестве И Слаще Меда И Патоки Сотовой Так И твой Раб Осторожен С ними При Их Соблюдении Велика Награда Вот Еврейский Текст Он Подсказывает Что Надо Очень Осторожно Обращаться С заповедями Божьими В том Смысе Чтобы Ни в чем Никогда Ничего Не нарушать То есть Очень Как вот Люди Осторожно Обращаются С богатством Например Кто-то По Москве Перевозит Там Кусок Золота Конечно Он будет Со всякой Предостороженности Это делать Так И наше Отношение К Божьему Закону Потому что Он Вожделение Золота И многоценного Камня Он Слаще Меда И Сота И далее Давид Восклицает Ибо Раб Твой Хранит Их То есть Заповеди За соблюдение Их Воздаяние Велико Грехпадение Кто Уразумеет От тайных Моих Очисти Меня Восклицает Давид Вот этими словами Грехпадение Кто Уразумеет Он Как бы Восклицает Что Их силу И тяжесть Для совести В противоположность Радости Праведника При исполнении Господня Закон Вот такое Предлагает Объяснение Йонгеров Но мы Можем Также Понять Что Как бы Падение Каждого Человека Оно Имеет Какую-то Мотивацию Которая Известна Только Богу Вот он Знает Почему Или он Нам это Попускает Или почему Это произошло В нашей Жизни И это Как бы В тайне Человеческой Души Остается И ведомо Только Богу И Давид Сказав О грехопадении Он далее Говорит От тайн Моих Очисти Меня То есть Он устал От этих Греховных Секретов Которые Имеют место В его жизни Он хочет Чтобы Господь Его Избавил От всего этого Чтобы грех Не настигал Его На протяжении Жизни И не наносил Удательского Предательского Какого-то Удара Спину И от чуждых Пощади Раба Твоего То есть От чуждых Скорее всего Речь идет Именно О идолах Или Какие-то Действия Природы Которым Приписывают Божественное Происхождение Тогда поклоняли Солнцу Луне Вот так Понимают Это Августин Евсевики Сарийский И Зигабен И В то же время Есть точка зрения Феодорита Кирского Что Чуждые Помыслы Они навиваются Бесами И От чуждых Пощади Раба Твоего Если Они Не возобладают Мною Тогда Я буду Непорочен И очищусь От Великого Греха То есть Давид молит Чтобы Господь Защитил его От Соблазнов Язычества И От Каких-то Мыслей Греховных Которые Могут Навивать Бесы И Демоны И Будут Слова Уст Моих Помышления Сердца Моего Всегда Благоугодны Пред Тобою Господи Помощник Мой И Избавитель Мой Теперь Мы Посмотрим Как это Звучит С Еврейского Погрешности Кто поймет От скрытых Очисти меня То есть От скрытых Погрешностей Также От Злоумышленных Удержи Раба Твоего Чтобы Надо Мною Властны Не Были Тогда Я Целостен Буду И Чист От Великого Преступления Да Будут Угодны Сказания Уст Моих И Помысел Сердца Моего Пред Тобою Господи Моя Скала И Мой Искупитель И В Сабтуагенте Господи Помощник Мой И Избавитель Мой То есть Человек Опирается На помощь Бога Как бы На некую Такую Скалу Таким Образом Мы Рассмотрели С вами Сегодня 18 Псалом Если будем Живы Господи Позвольте В следующий раз Мы будем Рассматривать Духовные Смыслы 19 Псалма Царя Давида По имени Господи Царя Давида И всю Кротость Его